Всем привет дорогие друзья! Приобрел я себе телефончик Xiaomi Redmi 4 Pro Идет он вот в такой белой упаковочке Без опознавательных знаков, что это именно версия Pro То есть просто, как мы видим, четверка нарисована на коробке Как можно это распознать, когда будете покупать Чтоб вам не втюхали просто Redmi 4 Здесь указан процессор 625 То есть если есть такая надпись, значит это версия 4 Pro Либо Prime, кто как ее называет На сегодняшний день на сайте AliExpress Цена колеблется от 9 до 12 тысяч В зависимости, какую комплектацию вы себе соберете То есть там можно добавить флешку Либо на 32, либо на 64 гига Добавить защитное стекло И добавить Mi Band 2 серии Что касаемо флешек, если будете покупать Не советую, ребята, не советую Почему? Потому что в Китае 99,9% флешки Это все левак То есть у вас там не будет заявленного объема памяти Флешку лучше уж купить здесь, где-нибудь в каком-то магазине Связной, либо M-Video Смотрите, кому как удобней Можно будет там акции какие-нибудь подобрать Или у кого есть баллы, поменять на баллы Как обычно это делаю я Давайте теперь распакуем этот телефончик Распаковал я его заранее Потестил пару дней Чтобы сразу рассказать вам плюсы и минусы данного телефона Так, вот он сам телефончик Что у нас в комплектации? Комплектация у нас слабенькая Как всегда документы со скрепочкой Вот такая вот минимум макулатуры Все на китайском языке Абсолютно все И скрепочка для лотка Кабель microUSB для зарядки, синхронизации И вот такая вот зарядка Зарядка у нас идет китайская Нужен переходник Зарядочка у нас на 2 ампера То есть вот она родная Нужен еще переходничок И все будет густо Это в сторону Так, больше ничего нет Все пусто Теперь поподробнее о самом телефончике Сделан он очень хорошо Очень не скрипит, не люфтит Ничего, полностью металлический корпус Сзади вот с таким обрамлением Как видим Все, то есть Антенка выведена Одна здесь ее видно И вторая у нас она скрыта под пластиковой крышкой Единственное пластиковое место Это вот это Но я так понял Это сделали для того Чтобы лучше работали антенны То есть, чтобы металлический корпус Не препятствовал Так, на задней стороне у нас Имеется вспышка Камера на 13 мегапикселей И сенсор отпечатков пальцев Так, с правой стороны У нас скачивка громкости И клавиши включения-выключения С левой стороны У нас отсек под Микро-USB и под сим-карту Здесь можно либо установить То есть, две симки Либо установить микро-USB А, не микро-USB Микро-SD-карту Извиняюсь Микро-SD-карту И одну симочку То есть, чем-то придется пожертвовать Версию я взял себе 3.32 Потому что, как бы Другой Ну, другую там версию Брать смысла нету То есть, 3.32 Это оптимальный вариант Самый на сегодняшний день То есть Так, поподробнее 625-й процессор У нас здесь стоит Объем Встроенной памяти 32 гигабайта С возможностью Расширения До 128 гигов Можете флешку поставить сюда Объем оперативки 3 гига Что касаемо камер Камер 13 мегапикселей И фронтальная Получается 5 мегапикселей У нас Так Разрешение Full HD 1920 на 1080 5-дюймовый 5-дюймовый IPS Экран Так Спутниковая Навигация У нас Посредством GPS ГЛОНАСС И БИДО Какая-то Я не знаю, что за БИДО Не знаю, что это Такое Какая-то, видно, китайская Своя система Так Емкость аккумулятора 4100 мА Аккумулятора Хватает Надолго, ребят В принципе На Два дня В зависимости От использования Опять же Телефона Как вы его будете Юзать Два Два с половиной дня У меня То есть Он держит А, еще забыл Сказать про Видеопроцессор Здесь стоит Андре на 506 Андре на 506 То есть Все В принципе Игры На сегодняшний день Ну Какие на Максималках Какие На Средних Настройках Все это Тянет Все это Вытягивает Процессор 625 Восьмиядерный Он холодный В принципе Не греется Фактически Даже по сравнению У меня Самсунг Есть Где Снэпдрэгон 801 Тот Намного Горячее Процессор То есть Разогревается На максималках Ужас как Давайте Пробежим По Тестам Эпик Цитадель У нас Выдает Как мы Видим 59.8 Фпс На Высокенном Качестве 1920 На 1080 Потом Что у нас Идет Antutu Тест Извиняюсь Antutu Тест Набирает У нас 62 Тысячи Баллов Неплохой Результат Я вам скажу Для данного Процессора Очень даже Хороший Так Гикбенч Вот мы видим У нас Яйоми Редми 4 Везде Прописывается Именно так Не прописывается Модель Про Андроид 6.01 Qualcomm То есть Память Доступна 278 Гига Так Что у нас Дает Гикбенч Так Вот я Делал Тест Видим Вот такие Цифры 849 И 2874 В принципе Я так Смотрел Тоже Такой Выше Среднего Результат Неплохо КПУ-З КПУ-З Вот тут Все В принципе Написано Описано Характеристики Телефона Так Мы видим Девайс Опять же Видите Модель Яйоми Редми 4 Все Больше Никак не указывается Что это Именно Про Так Вот Батарейку Видим Реклама Как всегда Реклама Вот батарея Видим 4100 Миллиампер То есть В принципе В принципе Батарея Хороша 3D Mark 3D Mark Конечно Тестил я его На разных Тестах 3D Mark То есть Здесь доступно Множество Тестов И Сейчас Мы Увидим 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 То есть Получается На Тесте Слинкшот Экстрим Мы набираем 457 Баллов На Слинкшот 821 И На Ice Storm Экстрим 8000 Баллов Для Сравнения Это В принципе Это Как Samsung Galaxy S5 Хотя На Samsung S5 Уже Стоял Если Не Ошибаясь 800 Snapdragon То есть Китайцы Умудрились Как говорится С 625 Выжить По Максималу То есть Соотношение Графики Разрешение Все Такое То есть Подогнали Его К С 5 Что Касаемо В принципе Ценовой Категории Цена Качество Соответствует Я Не Жалею О Покупке Все Современные Игры Тянет На ура Скажу Так Все Танки Там Асфальт Восьмой И Все Такое Можно В принципе Даже Потестить Как Это Все Дело Будет У нас В танках Играться Сейчас Загрузится Игруля У нас Сейчас Я нажму Ребят На паузу И Загружу Игрушку А вот В принципе Тут Пошла Сейчас Она Быстренько Все Загрузится Это Дело Телефон На Очипь Приятный Сверху У нас Покрыт 2D Стеклом Как видите Я ни пленку Ничего То есть Не одевал За неделю Грубо говоря Не покотался Ничего Так Что Что У нас Тут Заходим В настроечки Выставил Видите Как Высокое Качество Давайте С вами На камеру Потестим Все это Дело Как Будет Играться На Высоком Качестве В танке В танках Так Поехали Сейчас Зарядим Быстренько Ну я думаю В принципе Должен Он держать 30 40 Фпс На максималке Я как бы Тестил его Не на камеру На средних Настройках На средних Настройках Он летает Будь здоров Там Что Такие Дела Да Да Ее Там Что Вообще Слабовато На максимале В разгоне Видите 20 21 Фпс То есть Пинг Чуть Чуть Хромает 52 60 На максималках На максималках Он конечно Да Притормаживает Чуть Чуть Ему Не хватает Но На камеру Не очень Удобно Играть Давайте Слилим Этот бой Короче Выходим В ангар И Пробуем Сейчас По-быстрому По-быстрому Пере Сделать Средние Настройки Для Телефона Ах Не туда Не туда Не туда Сори 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 Сейчас Секунду Нажму Я Паузу Настрою Все Быстренько Чтобы было Удобней И Продолжим Итак Ребят Продолжим Вот Я Выставил Средненькие Настройки Настройки Вот они Средние Теперь Давайте Попробуем На средних Настройках В танках Как все Это Будет Дело Ити Уверен Что в Принципе Все Должно Быть В разы Если У нас Там Было 20 ФПС Здесь Я думаю Все Будет Получше Ну Здесь Видим Как Уже Тридцаточка То есть Тридц ФПС В принципе Достаточно Для Комфортной Игры За Грубо говоря Средний Средний Ценник В Десять Тысяч Рублей Вы Как бы Я думаю Не найдете Лучшего Варианта Так что Как то Вот так Как мы видим Принципе Просадок Нету Никаких Не Подтупливает Ничего Но опять же Повторюсь У меня Пинг Чуть Чуть Притормаживает Как бы Так что Не знаю Поддержите Вы Не Поддержите Это Дело Наверное Скорее Все От Открою Новый Канал Игровой Где Будем Записывать Только Лишь Игры Всякие Танки Там Новую На прохождение Стримы Будем Очень Интересна Эта тема Пойдет Она Не Пойдет Посмотрим Вот так В целом В целом В целом Такие Дела В принципе Как всегда Пишите Комментарии Я в комментариях Вам отвечу Что Да Как Итак В среднем Средняя ценовая категория 10 тысяч рублей Денег своих Стоит То есть Советую Брать Тем более Как бы Фирму Xiaomi Xiaomi Или Xiaomi Как Называют Делает Сейчас На данный Момент Очень Неплохую Продукцию То есть Как бы Либо Если взять Сравнение Вы возьмете Какого Lenovo За десятку С Худшим С более Худшим Процессором Либо Какой Нибудь Asus На Intel Который Не будет Тянуть Вообще Ничего Этот Вроде Как Тянет Тем более Внешний Вид Более Современный Материалы Добротные Качественные Так что Ребята Советую Брать Ссылочка На товар Будет В описании Как бы Смотрите По ссылочке Задавайте Вопросы В комментах Отвечу На все Ваши Вопросы Всем спасибо За просмотр Пока Пока Ставим лайки Подписываемся Сделать Обзор На Планшет Все Таки Добраться И сделать Обзор На планшет Хиайоми Mi Pad Первого Поколения И его Актуальность На Сегодняшний День То есть Так как Моделька Планшета Очень старая Всем еще раз Спасибо Пока Пока Пока